В Беларуси проводится республиканский конкурс социальных молодежных проектов «Молодежь Беларуси за жизнь, нравственность и семейные ценности». В нем принимает участие более 350 команд. Один из проектов, который представляет команды из Винска, посвящен теме взаимоотношения отцов и детей. Подробнее в материале наших белорусских корреспондентов. «Говорят, семья вместе, душа на месте». Когда дети маленькие, родители могут в полной мере насладиться общением со своим чадом. Но, как показывает практика, с возрастом теплая и прочная связь между родителями и детьми теряется. Как поддерживать этот огонек тепла, сохранить душевную близость и теплое чувство друг к другу. Реализация своего социального проекта как раз и помогли понять студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Проект «Код молодости» – участник республиканского конкурса социальных молодежных проектов «Молодежь Беларуси за жизнь, нравственность и семейные ценности», направленного на привлечение внимания общества к проблематике современной семьи и установлению в семье дружественных отношений. Проект направлен на сохранение семейных ценностей. Мы выбрали такую целевую аудиторию – это сотрудники нашего университета и их дети школьного возраста. И мы хотели бы объединить их, и чтобы они вместе проводили досуг. Организаторами конкурса выступают Министерство образования Республики Беларусь, Белорусская православная церковь, благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров». Деятельность фонда направлена на поддержку семейных ценностей. В настоящее время фонд осуществляет свою деятельность по всей Беларуси. Один из центральных проектов фонда – республиканский конкурс социальных молодежных проектов «Молодежь Беларуси за жизнь, нравственность и семейные ценности». Осуществляется он уже более 10 лет. Создавая и реализовывая креативные проекты на базе учебных заведений, молодежь утверждает здоровую, активную по отношению к жизни и семье позицию как альтернативу негативным явлениям в обществе. Но главное в проектах – суть, которая учит любить, помогать, дорожить и благодарить, рассказала директор благотворительного фонда «Покров» Наталья Ярошевич. Сегодня семейные ценности для многих стали терять свое значение. Происходит подмена истинных ценностей ложными, искажение морали. На первый план у молодежи выходит карьера и зависимость от гаджетов. Но как же укрепить отношения родителей и детей? Если ребенок, подросток не настроен на беседу, займите его делом. Именно совместные занятия укрепляют отношения в семье. Мы много разговаривали со студентами, как раз таки про родительские семьи. И выяснили, что у детей достаточно большой дефицит общения с родителями. За счет того, что родители работают, за счет того, что дети много времени проходят в учебе и в гаджетах. Поэтому со студентами было принято решение поучаствовать в таком прекрасном конкурсе. У нас были спортивные мероприятия, у нас были пешие прогулки по городу Минске. Также в парке Павлова проводилась велопрогулка. Итоговая встреча под названием «Пусть книга будет праздником для всех» состоялась в стенах Минской областной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина в столице Беларуси, Минске. Мероприятие объединило семьи сотрудников Багуира, клуб многодетных и семей с детьми с особенностями развития на встречу солнцу, детский смех, общение и хорошее настроение. В зале царила настоящая семейная идиллия. Организаторы проекта предложили участникам общее мероприятие. Увлекательные экскурсии по библиотеке, психологический тренинг с элементами арт-терапии особенно понравились участникам. Завершилась встреча выступлением детского коллектива и мастер-классом по вокалу. Семья для каждого человека – настоящая ценность в жизни. Важно вовремя это понять. В этом постаралась помочь творческая группа Университета информатики и радиоэлектроники. Награждение победителей Республиканского конкурса социальных проектов состоится уже совсем скоро, в конце мая. Сергей Дарьимардарьев, информационный портал «Собор.Бай» для телеканала «Союз».